привет друзья ну что у нас зима продолжается сильные ветра ну наконец-то перерыв в дожде сегодня 14 января и мне нужно собрать физалис это такие ягодки маленькие в капюшончиках в португалии их называют капуш нужно их собрать потому что уже они были побиты соляными ветрами соляным ветром побиты и к сожалению урожай очень маленький в этом году все равно вот эти которые ягодки упали нужно их собрать собрать сварить я очень люблю это варенье очень оно вкусное напоминает мне кржовиное варенье очень сильный ветер у нас сегодня но северный ветер холодно 13 градусов везде говорят потепление там климата потепление а у нас получается что похолодание климата то есть в этом в этом году весь декабрь холодный дождливый и на континент в континентальной португалии то же самое чем порывы ветра очень сильные я тут присяду за стеночкой когда я приехала на азорские острова то открыла для себя очень много растений растений которые я никогда не выращивала и фруктов овощей которые я никогда не пробовала вот один из до из ягод в общем то это физалит земляничный первый раз попробовал его на азорских островах но мне очень хватает ягод то есть это малина это особенно смородина я очень люблю смородина кружевник а вот летом можно собрать и вырастить физалит земляничный здесь на азорских островах они спеют всю зиму в августе они самые вкусные прошу не путать физалит земляничный с физалит овощным физалит овощной он крупный такого большего размера чем физалит земляничный и он более похож на томаты потому что семейство посленовых конечно его нужно подвязывать чтобы он хорошо выспел я ничего этого не делаю кроме того этот физалит земляничный очень вкусный похож по вкусу земляника с ананасом и вот у него такой аромат особенно когда варишь варенье не знаю даже чем сравнить очень вкусный аромат и кроме того он очень полезный ну в общем то как и все ягоды как малина вот например малина варенье при простуде точно такую также варенье связались а при простуде очень хорошо помогает почему потому что она мочегонная желчегонная весь перечень витаминов вот капюшончики пустые валяются это я собирала уже месяц назад и кидала капюшончики их ветер туда сдулся в ямку ну тут вот нападала те которые созрели ну все собрала я свой физалит замерзла очень сильно замерзла собрала вот такую миску а вот мой салат нужно рассаживать придавила я вчера его открыла возьму немножко листиков на салатик тут у меня когда-то рос физалис года два назад и тут вот под пленкой вот это все это все маленькие физалисы тут целый сад физалисов маленьких и я их тоже наверное буду рассаживать решила их не вырывать сейчас буду мыть физалис это я листики салата помыла не так помыла свои ягоды такая кастрюля у меня трехлитровая где-то пол кастрюли сейчас насыплю сахар где-то килограмм положу чтобы было так сладко и наверное килограмма много еще первый раз поварю если будет сильно кисло сильно кислоту добавлю это в общем сейчас оставляем чтобы у него ягоды дали сок и будем варить несколько раз вот магазине у нас фирма которая на самом деле она выращивает всякие фрукты и делают варенье вот это из ананаса и маракуйи это из маракуйи просто винограда а вот это из физалиса такая маленькая баночка и размер тут 100 грамм 100 грамм стоит 2,89 другая фирма тоже на самом деле выпускают это стоит это 250 грамм 4,14 не знаю почему но баночка такого маленького варенья стоит очень дорого так поварила я уже два раза вот варенье становится так наливаются сиропчиком надо пробовать можно немножко сахара добавить до варила закрываю такие две баночки у меня получились варенье прозрачное ягодки целые суббота 14 января уже 2023 года год начался огородные дела начинаются лето скоро весна скоро тем желаю удачи хорошего настроения пока пока